МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 23 июня 1944 года началась одна из самых крупных стратегических наступательных операций Красной Армии. Белорусская операция «Багратион». Первый ее этап продолжался до 4 июля, когда в результате Витебско-Оршанской, Могилевской, Бобруйской и Минской операций были окружены главные силы группы армий «Центр». Большую помощь Красной Армии при ликвидации Минского котла 150-тысячной группировки противника юго-восточнее Минска оказали три партизанские бригады. Особенность Минской операции заключалась в том, что она проводилась без паузы, сразу после разгрома крупных группировок противника на флангах и в центре белорусского выступа. Она переросла в единую операцию группы фронтов. 3 июля был освобожден Минск. Это памятная дата в истории Великой Отечественной войны и белорусского народа. Фашисты почти полностью разрушили Минск. Маршал Александр Михайлович Василевский, посетивший город, 6 июля доложил Сталину, вчера был в Минске. Впечатление тяжелое. Город на три четверти разрушен. 4 июля начался второй этап белорусской операции, когда Советское Верховное Главнокомандование уточнило дальнейшие задачи фронтов. Одновременно с ликвидацией Минской группировки противника войска 1-го, 2-го, 3-го белорусских и 1-го прибалтийского фронтов провели последовательные операции – Шауляйскую, Вильнюсскую, Белостокскую и Люблинско-Брестскую. 16 июля войска освободили Гродно, 27 июля – Белосток. В составе 1-й воздушной армии 3-го белорусского фронта мужественно сражались французские летчики истребительного авиаполка «Нормандия», который был удостоен почетного наименования «Неманский». В составе 1-го белорусского фронта в разгроме противника участвовали войска 1-й польской армии, 1-го танкового и 2-х кавалерийских корпусов. Завершалось освобождение Беларуси. Советские войска вступали на территорию Польши. 24 июля был освобожден Люблин. 28 июля 44-го ликвидированы 4 окруженные дивизии противника и освобожден последний областной центр Беларуси – Брест. Вражеские войска сопротивлялись ожесточеннее. Советские войска продвинулись вглубь противника до 600 километров. Стал ощущаться недостаток в боеприпасах, живой силе, технике и горюче-смазочных материалах. 29 августа 1944 года Ставка Верховного Главнокомандования отдала приказ войскам о переходе к обороне на рубеже Шауляй, Сувалки, Рек-Нарев и Висла с целью подготовки новой операции. В память о воинах-освободителях Беларуси возведен величественный мемориальный комплекс «Курган Славы». Размещен он на искусственном холме, землю для которого везли с полей сражений девяти городов-героев бывшего Советского Союза. Общая высота мемориала составляет более 70 метров. Насыпь высотой 35 метров венчает скульптурная композиция из четырех штыков, облицованных титаном, высотой более 35 метров каждый. Штыки символизируют первый, второй, третий белорусские и первый прибалтийские фронты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова